вы вылезти я смог обратно влезть, но я сейчас по старинке сделаю, я сейчас все-таки смогу туда попасть вот все нашел, так, с книгой все висит в воздухе, ну а о том, чтобы ее еще, ну нету, вот есть такой человек, как этот самый, Павел Троценко, но мы все три книги, что он помогал мне издать, вот, как редактор, а это мало, он собирал деньги, вот, видите, вот одна из них, да, вот, это очень тяжелый вопрос, много собрать не удалось, этих, по-моему, 1200, тех, по-моему, 1500, вот это и весь тираж, вот, хорошо тебе денег собрали, а потом рассчитались с теми, кто предоплату уносил, вот, а попробуйте теперь, организуйте, чтобы это, дело в том, что бодро меньше фамилия раскрутится, чем моя, помните, вот, посмертные, пресмертные слова, Олег Алексеевич, меня в интернете нет, это значит, его никто не знает только, только мы узкий круг, вот, и книгу, это должно быть добрая воля олигарха, чиновников, ах, на это все, что дальше, дальше молчу, так, Арсен, обращаюсь к Юлию Железову, я тоже жил к остальным, хочу общаться, консультироваться, прошу телефон и электронную почту, обращение к Юлию Железову, мой телефон, вот он, и это, в общем, если ответит вам этот, Юлию Железову, ну, тоже поймите, тоже 73, вот, с утра до вечера сидит, знаете, помогает мне, просто общаться, может быть, а может нет, ответит вам, вот, телефон, брат наш слышит этот разговор, вот, ответит, ответит, нет, нет, вот, так, виноградовое здравие, Кудина в 19-м году посадила, после всей инфляции абрикосы, осенью этого года, почти все были проданы, о, корневая вымахала с полметра, были фото, и Валерий Курцович сказал, продавать, значит, выкопать будет невозможно, так и случилось, оставшиеся абрикосы Амур, Байлевицкий, так и остались между грушами, неделю назад, подошла, попросила прощения абрикосы, и сказала, что придется вырубить, сегодня подхожу, а они свет набрали, значит, я думаю, как вырубать, я-то проходил, вы бы знаете, сколько горя мне принесло, но когда я третий раз пригласил, этот самый, лесоруба, опытного лесоруба, третий раз пригласил, чтобы еще часть сада выпилить, потому что земли у нас в стране нет, до такого сада, вот, она есть только в засосе, и у меня врезался автомобиль, и я в меня, вот, и так получилось, что это стало знаком, дальше вырубать нельзя, а зачем я говорю, меня Марина поймет, так, виноградов не вырубать, ага, не вырубать, а знаете, как они давят друг друга, какие они мощные, рано или поздно надо брать топор, Алексей, они сидят кучкой, очень тесно, садил ловить косточки, расстоять 20-25 сантиметров, и боюсь, груши задавят виноградов, ну, может, тогда обрезать, пока груши не растут, а не груши-то подвой, груши цветут, вообще, уже плодоносит, нет, все равно придется брать топор, Алексей Вячеславович, у меня растут, правда, мелкие груши и абрикос, 10 сантиметров вилкодрога, будем наблюдать, ну, да, все равно топор возьмете, Ольга, добрый вечер, я легко, тут одна женщина всего придумала, прескать, ну, таким составом, 2 столовые ложки водки, думаю, что, водку-то переводить, на литр воды, скажу, честно, еще не испытывал, но собираюсь, виноградов, а что здесь чистая водка, ага, вину будет собрать, ну, это в дьернище, чистая водка переводить, ну, что, нельзя, вот именно, как мертвому припарка, причем здесь водка, так, Жыкова, последнее письмо, Валерий Костеевич, вопрос по сухим костикам, слива стартова, если позапрошлогоднее, почему позапрошлогоднее, или, может быть, будет в этом году, внешний поход из каталога, напоминает сливу, которая славно с детства, сладкая на вкус, но сила раз в 2 года, урожаи были обильные, как называлось, не знаю, хотелось бы такой врач, из чего вы взяли, что именно слива стартовая, похожа на вашу, вот, таких много раз, я бы поискал сейчас, ну, фактически Азыкова пишет, мы уже почти закончили, вот, если бы мне взять, если бы мне взять, найти бы стартовую сливу, я не помню, в каком году у меня получились отборные плоды, не помню все, не помню, все, сейчас, хотел похвастаться, вот она, стартовая слива, как он производит слива, а теперь, ну, она только очень крупная, а по форме, она многие сливы напоминает, так что я сомневаюсь, что у вас именно такая, так, возвращаемся, возвращаемся, в каталоге написано, что пуски закончились, да, закончились, я врать и собираюсь, чего нет, того нет, так, а, ну, придется еще урожай, будут, ну, что, друзья, закончили мы это, все, закончили, просите у меня каталог, ну, нет-то в сартов, но большинство сартов-то есть, все равно уникален, все равно, ведь было же, вот, я никогда венгерский скотчик не выращивал, вот, получаю письмо, вот, получаю фотографию, ну, электронное письмо, перенес его в эту, к себе, вот, вот, ту папку, где мои, сливы, абрикосы, персики, выращены с косточек, представляете, 50-граммовые плоды с косточек, ну, пусть один пример, ну, какой, текст не стал бы меня больным, вот так, друзья мои, так истекает третий час, нам пора прощаться, пора прощаться, интересно, есть ли какие-то новости, вот, нет, это про вебинар, вот, вот, отправил деньги, а теперь мне нужен, вот, знаете кто, сейчас, 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 нет, нет, подводит память, подводит, ну, в общем, так, вот здесь у меня, целая куча, заказов, которые, вот, заказали, А потом Все в порядке А денег нет Проходит неделя, две, три За это время я перестал высылать Сексированные косточки Просто перестал Почему? Потому что время вышло А потом Вдруг приходят деньги А время Для сексирования закончилось Лето короткое И я в таком глупом положении Нахожусь Поэтому я теперь сделал хитрее У меня на сайте есть И не на сайте А в кротологии У меня есть теперь И сексированные Которые уже Годиться будут только на следующий год И сухие Вот Это значит что Чтобы меня больше не подставляли А то деньги пришли А я высушу Где я возьму себя Я принципиально не высылаю У меня еще есть этих полно Сексированные Вон они в холодильнике Лежат выбросить Я потом покажу Сколько я их выброшу У некоторых инфаркт будет Я к чему это говорю А вот к чему Вот это все чудеса Теперь только высылаю В сухом виде Только в сухом виде Только в сухом Только в сухом А некоторые думают И сейчас не поздно Я в дурацком положении Он ждет что я вышлю Ему мокрое А я высылаю сухие Я боюсь скандалов Поэтому я упреждаю Вот это все Вот Илья Сергеевна Узнаешь своего сына Будущий день Который сразу сказал Что машинисту 8 лет Даже не задумываюсь Вот она стартера Видите Чудо Сказка Но у меня еще есть Это Ника Ой какая А еще и загадка Ой какая она Вот Когда у меня есть Несколько слив Я не могу определиться А наш друг Значит Тотара У которого два последних фильма Ему посвященный Так Вот Лучая коррекция Груши слив Вот Это мы Если вдвоем Все набавим Только можем сравняться Если все Нас сложить вместе И получается что Я его позову и скажу Ну-ка помогай Дезинфицировать Уже как знаток Уж А есть те Которые больше Меня разбираются Те Которые больше Меня разбираются Вот такие дела Вот Нажали Теперь смотрите Сюда Внимание 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 Ага Итак Придет пора И снова Придется платить По минимуму Помните Я начинал Косточки 30 рублей Потом сбросил Вот это было зимой Потом Пошли скидки А после этого Я уже поднимать не стал Пришло время Сухих семян Прошло год Вот пожалуйста Это ваш шанс Не хотите переплачивать Осенью Это ваш шанс Я вынужден Обратить внимание На эту торговую рекламу У меня нет Другого выхода Вот У меня есть еще прозвище Солнечный дед А почему? Потому что Стольким детям Я помогаю Что Я считаю Что это просто Чуть-то не ваша обязанность Помогать А все задачи Не с протянутой рукой Я не на паперте Я вам предлагаю Уникальную вещь Чтобы у вас Такой же был сад Как у меня Вот И книги предлагаю И диски предлагаю Лучшая коллекция в России По качеству плодов А если добавить Тоторова и Чернобаева Ой этого Туда Тоторова Чернобаева Еще пианиста Ну все Считайте что это Ничего подобного В России больше нет Независимо от того Университет Это академия Больше такого нет ни у кого Хочу прощаться будем Смотрим Этого не может быть никогда. Вырослые дочки, помните, этих специалистов. Сами не вырастили, но зато цитировали 90-летние давности. Весь ум заключен в том, что 90-летние изменилось ничего. А мы с Тоттеровым вместе с Чернобаевым, с Филиппиевым, с Боднером, с Бородичем жизнь прожили зря. Нету ничего этого. Нет? Нет. И быть не может. Всё, друзья. Давайте прощаться. Так. Где-то, где-то. Попробовать перевернись. А может уже не надо возвращаться. До свидания, друзья. До свидания, всё равно, благодаря реприку, вот, мы ещё продержимся немножко, потому что его 10 тысяч ещё не кончились. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...